Находимся на ДАВКАФХЭТАМУДБЭТ, если не ошибаюсь. Нашли до двух точек, опять же, если не ошибаюсь. ОМАРМАР, КОЛЕ РАБУЙСИ САКТАНИ, что это значит, что мы здесь научили такую вещь, что про скот написано КОЛЕ ИЗРАХ. Значит, написано в посудке КОЛЕ ИЗРАХ, ИБЫ ИСТРЕЛИ, ШУБЫ СХОД, примерно такой посудка. Я не помню, точно сейчас не будем искать посудить этот стих. Но так написано, что любой ИЗРАХ, КОЛЕ, это любой или каждый, ИЗРАХ, это слово, на котором искать, что очень тяжело переводится, но имеется в виду, не знаю, как житель, не знаю, что будет сеять в СУКЕТ, должны сеять в СУКЕ. И мы сказали, ой, ИЗРАХ, вот это НОШИМ. ГЕЙ, это сказать, что НОШИМ они не ХЕЙВОД. На самом деле это не так, то есть из этого они учатся. Учатся это из другого места, это ЛОХАЛЕМАЮШИМИСИНЫ. КОЛЬ, это сказать, что даже КТАНИМ, даже маленькие дети обязаны сеять в СУКЕ. Спрашивают Морана эту тему, ВОДНА, НАШИМ, ВООБВОДИМ КТАНИМ ПТУРИМИНО СУКЕ? У нас в МЕСЛИНО, написано, что НАШИМ, ЖЕНЩИНЫ, ОБВОДИМ РАБЫ и КТАНИМ, маленькие, то есть недо, 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 который меньше, чем бармитцы, и мы мальчики меньше, чем 13 лет. Они ПТУРИМИНО СУКЕ, они не обязаны сеять в СУКЕ. А здесь ты говоришь, коль, что это да, говорят обязанности, суки, маленькие дети. Здесь говорится про, есть ли понятие котану, маленький ребенок, который пришел, гель хенух. Что такое гель хенух? Время, когда уже обязан воспитывателю, он уже обязан воспитанием. А когда он еще нет, так не обязан, суки, что? А что, суки, это специально? Это лихура, нет, лихура, это осмахта бали, баштут это дарабанан. Теперь баштут это дарабанан, поскольку это по-простому, нужно сказать, что это нужно осмахта бали, потому что на самом деле, что иску надо поискать. А здесь это называется осмахта, это намек на это, то есть, несмотря на то, что это мудрецы постановили, что маленькие дети, в принципе, не обязаны делать ни одно митсо, все время, пока человек не 13 лет, то райса не обязаны делать митсо. Нет, зачем? Да, суков. Суков здесь есть, нашли такой посуд, уже привели это иных хенами, все. Зак, кэшенуха, шуол гихонук, ада шагеалах, инух, метарабанан спрашивает мера? Спрашивает мера, если это почему, как ты учишь за твой кол? А это то, что котан шуол гиих, инуха, это только метарабанан, только мудрецы постановили, что нужно своей суки, даже как все мере на хенами. Дарабанану крас махта бияну. То есть, дарабанан, действительно, только мудрецы постановили, постановили. Значит, есть такая вещь, как работает дарабанан. Значит, есть такая интересная, как бы сказать, не знаю как. Ламайса вторея, судя по смыслу, нужно понять вообще, что такое митсус хинух. Что такое митсус хинух? Хинух это, грубо говоря, переводится сегодня как воспитание, сложно сказать слово. Хинух имеет несколько значений. Есть лаханех, так сказать, как обновить что-то, то есть сделать хинух. Ну, как-то боится, какие-то такие слова. Ну, как-то митсбэх. Есть лаханех, что-то, что называется сегодня воспитать, я не знаю как. Тут есть больше привычаний, как в это значение, значит, типа ла-ля, как бы, не знаю, как дорейтировать, я не знаю, как перевести точно более похожее такое слово. Лаханех, так сказать, переводить, так сказать, это самое. То есть есть разные немножко значения. И что это значит? В принципе, что интересно, такая вещь, что в качестве митсуи вторея-то не написано прям черным по белому, что нужно здесь понять митсус хинух. И во многих местах написано, что митсус хинух это дорабанан, что значит, что по торея, по идее, нет такого. Дорабан есть. Ну что? Вещь, которая, мягко выражаясь, очень странная. Почему очень странная? Потому что недавно в Парасад Швова, какой-то недавний мы читали кейдатив насчет Авраама. Примерно такой посылок написано в торе. Значит, Всевышний говорит, что я любил, люблю Авраама. Почему? Потому что он будет, как сказать, поставить своих детей и свой дом, так сказать, на... Ну, это в этой, скажем, их воспитает, их правильно себя вести. Почему Всевышний говорит Авраама? Потому что он воспитывает. Но что воспитывает, нет такой митсус. Воспитывает, как бы, это не значит, что такое. Но Всевышний говорит Авраама не из-за того, что там делал, все, что он делал, ездить, спитает. А за что он из-за того, что хорошо воспитывает детей. Значит, мы видим, грубо говоря, что даже если это не митсуа, это, мягко выражаясь, очень важный этот самый. Есть, как сказать, есть малаши, это такие митсуа, не знаю, как митсуа или не, но он звучит, что это самое. Есть уже посылка в Мишле, Ханохленар и Пидаркой, да, то есть воспитывает ребенка и так далее. То есть вещь, которая, даже если мы скажем, что это не митсуа, как одна из цитарей, а митсуа, от нее есть заповедь, из 13-16 заповедей, это тоже не факт, на мой взгляд. Нужно посмотреть в этих книжках по этой самой. Даже не заповедь, это вся сущность, как сказать, вы знаете, что Всевышний как бы в таре нам показал, что это вещь, которая она как бы очень рацуй, написала, в таре написано это черным по белому. Даже есть такие вещи, которые, может быть, не как заповедь, в случае понятного, но она, естественно, записана как эта самая. Дальше что? Дальше, если по таре это заповедь, в любом случае очевидно, что в таре нету никаких гдарим, нету никакой, как сказать. В этой заповеди по таре нету никаких, как называется, определений, как себя вести. Что значит воспитывать? Воспитывать, как воспитывается? Ну он же сделал так, то есть, грубо говоря, понятно, в таре мы видим, что Всевышний хочет от нас, чтобы мы воспитали детей так, чтобы они лишь мармешвату задака, чтобы они делали то, что надо делать. Это куда и Всевышний от нас хочет, это написано в таре. Каким образом воспитывать, что именно, как сказать, что именно заставлять, что именно не заставлять и так далее. Эта вещь в таре, очевидно, никак не написана. Эта вещь, которая даже если в таре как бы этим скомликнул, ты как бы socially оставил это себе, каждому своего усмотрения. Дальше пришли мудрецы и сказали, что есть митисхинух. Что такое митцва с хинох? Поняли, это самое. Что имеется в виду революционных хинорабонов, грубо говоря, они сказали гендер. Они сказали, так сказать, то, что сейчас, то, что это более, так сказать, более общие вещи. Но то, что нам сейчас интересует, они сказали следующую вещь. Что каждую митцва нужно ребенка воспитывать, грубо говоря, приручать к ней с маленького возраста. Что-то приручать с маленького возраста. Стоит, что когда ребенок может понять эту митцву, нужно его приручать к этой митцве. Что это значит? Написано, что каждая митцва по-своему, потому что каждая митцва, соответственно, есть свой, как называется, свой возраст, когда человек может это понять, когда ребенок может это понять. Написано, что когда научился говорить, его нужно учать Туратсу Алан-Маше, потому что до этого обучать его Туратсу Алан-Маше, по-моему, бесполезно. Пока он говорить не научился, объясняйте, объясните ему, что он уже сейчас говорит Туратсу Алан-Маше, это вещь, которая нам бесполезна. Поэтому, когда нужно обучать человека, начинать обучать Торю, грубо говоря. Когда он начинает говорить, тогда ему надо обучать Торат Саван Маши. До этого этого не надо делать, потому что это, как сказать, не имеет никакого смысла. Значит, когда он может понять, что можно такой лейсатэбэцецист, можно его, ну, есть понятия, как сказать, как в русском лейсатэбэцецец переводят, облучаться, как бы... А лейсатецит, когда он будет, смотрите, его нужно приучать к этому митцве. Когда он может... Тфилин, только можно к Тфилину и так далее. Тфилин, например, в Гуфнаке есть, в котором мы сходы в Таймане, в этом самом Вьеме было принято действительно. Тфилин 60-78 лет, но у нас принято Тфилин только с 13 лет, потому что, наверное, Гуфнаке и так далее. Это написано, когда он может... Когда он может махать Лулав, нужно дать Лулав. Когда он может... и так далее. Про каждую митцу, когда он может есть мацу, нужно учить мацу есть. И так далее. Про каждую митцу есть, как говорят, мудрецы сказали такую вещь, что когда ребенок может понять, мы обязаны его как бы приучать к этой митве и соответственно здесь то же самое то что написано это только как бы спать на эту тему есть асмахта то что называется асмахта то есть как бы намек в таре где у нас сейчас мы сейчас прощили написано поле из рах он любой значит будет сказать что даже кто-то не им обязаны сидеть несмотря на то что это конечно что это сама ли хура да но принципе то сказать примерно то написано к барше скова шеи семи лет бежит большинство это когда шесть семь лет опять же когда написан фураж про таре асмаше когда начинает говорить когда человек велит вещь когда ребенка и женщине 6 7 лет жен говорит там два с половиной в три года и написано что нужно мчать у таре асмаше перед а сам несмотря на то что не понимает горит такая так это самый так принято насколько я знаю год год полтора кажется там садор каждый как каждый по-своему как называется отдельные слова еще невозможно сказать несколько слов, повторитесь. Когда он уже может говорить какие-то предложения, когда он может отдельно и только слова говорить, то еще невозможно выучить несколько слов. То есть каждый зависит от этой ситуации, зависит от этой самой. Нужно приручать, как жертву, каждому лицу. Значит, у нас есть про суку, что написано, «котан, который лотца рихла и мой». Что такое лотца рихла и мой, которая ему, так сказать, не привязана к маме? Значит, какая в этом логика? Ловика очень простая, что все время, когда ребенок, он еще привязан к маме, поскольку мама не обязан в суке, так он тоже не обязан в суке, потому что постоянно находится рядом с мамой. Когда ребенок уже обязан в суке, когда он может быть уже без мамы какой-то, когда он уже как бы не так, сколько привязан к маме. Справа дмараи и талихура, так сказать, на привозе из гморода, там лишой не приходит в другой мест, что где-то 5-6, не знаю, сколько-то лет. А если в любом случае, так у нас написано в вишне, что котен ша ину царих ла ему, то есть ребенок, которому уже мамику не очень привязан, он обязан, то есть его обязан уже привязать к суке, он обязан уже спать к суке и к суке. Эхи даме котен ше ину царих ла ему, спрашивает мрак, что такое? Котан ше ину царих ла ему, что такое ребенок, когда мы говорим, что ребенок уже не так привязан к матери. Амра две рабинай, сказали это братья, так сказать, дом рабинай, то есть вишив рабинай, кольше нифне вейн и моме конхосуй. Значит, котан, я говорю, да, если научился сам себя в диарте после туалета. Значит, есть ребенок, который в какое-то время учится его, учится саму себя, саму себя обслуживать. Можно? А? Можно? Ну, соответственно, 5-6 лет это такое. А? Тут написано, что ты в годом, а все будет? В суку написано 5-6 лет, так решение здесь пишет. Можно открыть, можно открыть шхону. Ребиомер, сейчас посмотрим, может, это самое. Ребиомер, кольше ниор мишнатовый, но коре има. Любой, который просыпается, не кричит «мама». Спрашивает мера, к доле нами коре има? Даже большие иногда кричат «мама». Говорит мера, эйма, скажи, кольше и нонево коре има-има. То есть, что значит, выясняет раньше, что есть ребенок, который просыпается, он начинает кричать «мама», пока мама не приходит. А есть, который покричит, потом, когда понимает, что бесполезно, встал, встает и сам делает то, что надо. Встал, это все, да. Значит, если хотите, давайте посмотрим, что написано здесь. Симон Та Фрейш Мэмбет. Давайте посмотрим, что написано. Это карматика. Котан швену царих леймой. Кебен хамеш, кебен шеш, хаяба сука, медиврей софрим, кидейла ханхоба митсуа. Так пишет шхонурух. Шхонурух говорит, что ребенок, который не привязан к маме, как пример, как пяти-шестилетний, обязан сейцуке медиврей софрим. Так постановили мудрецы, кидейла ханхоба митсуа, что вы слышали, говорит Мишнурура. Коль хады фун хурпеш, такое пять-шесть лет. Каждый, который есть по мне, есть по глупее, есть дети, которые более, как вылезет, это самое. Вдад кама хроним, деми бен хамешу маля им авивгу, баир, ино цариха скуль кахли имомиху, я вавив лейханхоба сука, афилу им ино хариф. Есть, которые, это самое, говорят, что если папа рядом, то маму не очень нужно говорить, он просыпается, хричит папа, а не мама. Значит, тогда уже списили точно хричит папа, лейханхоба митсус, в имен луав, ешим рим деймо, и бейзин хричит папа, лейханхой, лакуля, мацу, лакхил, котенто. Игитсур так пусак шухонорух. Так что, получается, пять-шесть лет так пусак шухонорух. Говорит, в Мишне написано, в Массе выявил, да, случай был с Шамайом Зокон, что у него, его невестка родила, внука, судя по смыслу, и он раскрыл крышу на место, где лежала кровать ребенка, и сделал там, положил там схак, и получил сук, чтобы ребенок тоже, ну, суки, спрашивает, мара, маец и листор, очевидно, что если он только что родила, так он ему еще не пять-шесть лет, и он еще точно царих леймо, ему нужно точно маму, он еще к маме привязан, зачем уже это делать было. Говорит, хисур и миксеры, потому что, видите, в Мишне не хватает слов, и нужно добавить слова. Хисур и миксеры, то есть нехватка слов, точнее, Мишна написано, Торпурмир, это называется, Торпурмир отричит право мотор. Значит, такое сокращение, то есть, человек, который не знает, порядка это поймет, то есть то же самое, написано, Мишне не хватает слов, нужно добавить слова. Какие слова в Ахихтане? Вишамай и Махмир, Шамай он устрожает, то есть с самого начального возраста он обязывает Хорудрабона на Псуке, у Май сынами и Сучи был тоже Шамай, Квилда колосит Шершамай, у него невестка родила сына, Шершамай из окон, и в пасах по озеваю, он открыл крышу над ребенком, и в сихах арамита сверху от кровати, где ребенок, Бешвил и Айхоттон, чтобы там был ребенок, лежал в Псуке. Ага. Почему здесь Торпурмир? Открыл крышу от печи, которая любила? Ну, крышу открыл, вернее, сейчас никакой крыша. Сейчас он сделал заново саму, кладите Тосе в Венасуе. Сейчас нету крыши, упажем в сихах. Кладите Тосе в Венасуе. Тосе в Венасуе, если бы была бы крыша, Ndkθ., с которой он шла раз в три, она будет это самое, делокошером с хахом. Нет, это будет Тосе в Венасуе. Когда он здесь, он сделал поколенки, почавлено до конца, не投авление Тосе в Малосуе. Николь не торвала Тосе в Венасуе, Все семь дней, имеется ввиду семь дней праздника Суккот, Адаму Сесу Катой Кева, он делал это из Суки Кева, что значит Кева, постоянное, как бы не знаю, что имеется ввиду жилища, я так понимаю, Убейсой Арай, Адаму это становится временным, так сказать, местом для места, времяпровождение в скал. Так написано. Ердуг Шамим, если пошел дождик, то в Суке человек бы не обязан, почему, сейчас будем разобрать, почему, в любом случае, если пошел дождик, человек может уходить в Суке. Ердуг Шамиме Иматай Мутарле Фаноис, когда пошел дождик, с какого момента уже можно уходить в Суке? Миша Тисрах Амикпе, когда становится будет, как сказать, если есть еда, которая называется Микпе, Микпе это что-то типа холодец, не твердое, не жидкое, и если такая еда, которая не твердая, а жидкая, называется Микпе, типа такого холодца, не знаю, что такое, она уже становится неприятной из-за дождя, а с этого момента можно уходить в Суке. Привели пример, как сказать, на что это похоже, когда пошел дождик в Суку. На раба, который принес налить стакан своему господину, раб, который принес, как называется, господин попросил или что-то, или сказал ему, налить ему стакан. Вышафахло кетон арпанав и вылил ему кетон, то есть эту самую кувшину, лицо. Только мы вылили, будем разбирать, мало. Значит, в любом случае, на это похоже, грубо говоря, это не семан, это не хороший, как называется, признак. Когда идут дождики в этот самый, дождик в этот самый Суку, это не очень, это признак, так сказать, мягко выражаясь, не очень хороший. Начнем в гору. Все семьи человек делает из Суки постоянное жилище, а из дома временное жилище. Каким образом это делается? Юлий Келим Ной, у него были красивые всякие, Келим, как по-русски, Келим, а, предметов, они красивые, не знаю, какие-то такие парадные. Маляна Сука, она поднимает Суку. Почему написано Малян, как мы уже разбирали, что Сукот раньше был принят, это было делать на крыше, поэтому все было в это самое, в Лошонг-Маляне мы сейчас видим, уже видели много раз, что когда заходит Сука, называется, подсукается Сука, а когда выходит, называется, подсукается и Суки. Так было, так сказать, так было написано много раз, почему, потому что Сукот делали на крышах часто, поэтому так написано. Мацаот наот, и в нем были красивые простыни, имеются в виду, не только простыни, типа, я не знаю, как называются сегодня такие вещи, а, которые вешают на стенку тоже такие, как называется, педы. Не знаю, есть какое-то слово, по-моему. Ага. Мацаот наот, Маляна Сука, он поднимает их в Суку. Охэль бы шутэ умыта ель бы Сука, ест, пьет и гуляет в Суке. Значит, что только гуляет в Суке, будем потом разбирать. Значит, Менган Эмили, откуда мы это знаем? Датану Рабону, чили мы братья. Тишеву Каин Тадуру, в Суке написано, сидите, сидите, знаете, типа, такого. Какого вы живите, не знаю, как, находитесь. Но жить Каин Тадуру, так же, как вы живете. Так же, как человек живет дома, он должен в эти семь дней жить в Суке. Мекан Амрот, суды сказали, Коль ши ва си мимо сая дам Суко и Суке ва вей Суарай. Все эти дни праздника человек делает из Суки, какого постоянное местонахождение, а из дома временное местонахождение. А Юля Кицат, кем его размык? А Юля Келли, в Ной, у него были там красивые утвельки, это Маляна Сука, он их поднимает в Суку. Мацо из новых красивых, как называется, простыни, настенные, Маляна Сука, поднимает их в Суку. Охэль ва шутэбе, у Матайель ва Сука, ест, пьет и гуляет в Суке, у Мишанен ва Сука, и так же учится в Суке. Значит, насчет того, что учится в Суке, будем разбирать завтра, чтобы это не очевидно. Давай здесь сегодня остановимся. Значит, у нас остался вопрос. Уже такой Митейль ва Сука, я никогда не понимал, чтобы гулять в Суке. Спасибо. 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 Спасибо.